Сейчас мы будем говорить о византийской поэзии. Поэзия такой жанр литературы, которая неизбежно интимно связана с формой произношения, с фонетикой языка. А именно в этой сфере произошли глубокие изменения в греческом языке. В III-IV веках изменилось произношение многих гласных, изменилось качество ударения, практически исчезло различие долгих и кратких гласных, которые играли самую базовую роль для древнегреческой поэзии, которая на этом и строилась. Кроме того, ударение в древнегреческом языке имело музыкальный характер, а при переходе к Византии оно стало носить более экспираторную, то есть вот такой, который свойственен, например, русскому языку сейчас. Все это, разумеется, не могло не сказаться на характере поэзии. Все сложные метры античной литературы, какие-нибудь сапфические строфы, строфы алкеевы, строфы и так далее, и так далее, все это было обречено, поскольку не соответствовало новой ритмической структуре языка. Сохранились лишь те античные размеры, которые можно было легко отбивать как ритм. Ну, размеры – это еще полдела, но ведь изменилась самая природа поэзии с приходом христианства, появилась потребность в том, чтобы создать новую поэзию, которая сопровождала бы христианскую литургию. Все попытки приспособить античные поэтические размеры к потребностям новой христианской реальности окончились неудачей. Даже выдающиеся поэты и глубокие философы, богословы, вроде, например, Григория Назианзина, одного из отцов церкви IV века, многие пытались писать литургическую поэзию, но у них получалась поэзия религиозная, да, но ни в коем случае не годившаяся для новых обстоятельств, поскольку церковь требовала совершенно принципиально нового слова. И это новое слово было сказано в VI веке поэтам-сирийцам по происхождению, романам-сладкопевцам. Роман-сладкопевец создал принципиально новый, неизвестный античной поэзии, ритм, жанр, вид поэзии, который называется «Кандак». Это способ организации поэтического текста, который строится, во-первых, не на долготах и краткостях, а на ударениях и, кроме того, на счете количества слогов, так сказать, селаботанический способ сложения неизвестной античности. Скорее, если уж искать античные аналогии, то их можно найти в риторической прозе древних, которая была сама, конечно, ритмизована. «Кандак» – это действительно революционное достижение, которое позволило роману-сладкопевцу добиться совершенно новой образности, новой эмоциональности литературы, нового представления героев. Оно, это направление было совершенно свободно от пут, так сказать, многосотлетней традиции античной поэзии. До нас зашло несколько десятков «Кандаков», несколько других десятков условно приписываются роману или написаны по стопам его поэзии, но самый знаменитый «Кандак», который употребляется в обиходе православной церкви и сегодня, это «Акафист Богородицы», написанный, по всей видимости, все-таки не романом, а каким-то автором, возможно, патриархом Сергием в начале VII века. Ну, чтобы вы представляли себе, как выглядит эта новая поэтическая форма, я процитирую из этого «Акафиста Богородицы». Ангел достославный, с небес сошедший, молвит Богородице «Радуйся!» Созерцая Господа воплощение, глазом своим бесплотным, возопиял и возглаголал, провещаял в изумлении. «Радуйся, через тебя радость сияет, радуйся, через тебя горесть истает, радуйся, Адамова горе утешения, радуйся, Евина плача прекращения, радуйся, высота неизъяснимая человеческим умам, радуйся, глубина неисследимая и ангельским очам, радуйся, что подъемлешь все подъявшего, радуйся, что объемлешь объявшего, радуйся, звезда зарю возвещающая, радуйся, вода тварь омывающая, радуйся, через тебя обновление миру, радуйся, через тебя воплощение Богу, радуйся, невеста неневестная». Значит, мы видим, что в этой поэтической форме в зачаточном виде присутствует рифма. Рифма абсолютно неизвестной античной поэзии, но это рифма не та, к которой мы привыкли, это рифма не концов строк, а это рифма, пронизывающая строки насквозь, это рифма, в которой рифмуются между собой все члены предложения, ангелов и бесов, также рифмуется, как и там воплощение, унижение. Это совершенно неожиданный способ организации художественного поэтического текста. Надо сказать, что, как ни странно, Кандак жил в византийской поэзии не очень долго. В VII веке, к концу VII века, по всей видимости, его перестают писать. На смену Кандаку приходит новая форма литургической поэзии – это канон. Гораздо более статуарная, гораздо более сложная, гораздо менее диалогическая, потому что в Кандаке очень много диалогов между персонажами, а канон очень монологичен. Самый знаменитый – это великий покаянный канон Андрея Критского. Но канонов продолжали писать все больше и больше, Кандаков все меньше и меньше, и фактически к X веку уже вся литургическая поэзия строится на каноне и практически не использует Кандак. Это соответствовало изменениям и в самой литургии православной церкви, и в отношении к делу. Литургия становилась более статуарной, гораздо меньше было движения, передвижений клира по церкви, гораздо больше люди стояли на месте и так далее. Это литургическая сторона дела. Разумеется, продолжала существовать и унаследованная от античности поэзия античных метров, ну, изменившая свой характер. Продолжал существовать гигзаметр, продолжал существовать двенадцатый сложник. Двенадцатый сложник был более популярен, потому что этот размер было легче отбивать рукой. Ну, давайте я приведу пример. Один из знаменитых стихотворцев XI века, Христофор Митиленский, прославился большим количеством сатирических стихов, все они написаны двенадцатым сложником. Ну, вот я приведу один пример. На собирателя реликвий. Идет молва, болтают люди всякое, а все-таки издается, правда есть в молве. Святой отец, что будто бы до крайности ты рад, когда предложит продавец тебе святителя останки досточтимые, что будто ты наполнил все лари свои и часто открываешь, показать друзьям, прокопия святого руки, дюжину, феодора лодыжки, посчитать так семь, и нестаровых челюстей десятка два, и ровно восемь черепов Георгия. Напрасно вы подумаете, что автор был каким-то вольтерианцем, вольнодумцем или, не дай бог, атеистом. Ничего подобного. Тот же самый Христофор Митиленский написал каноны на всех святых литургического года, которые, кстати говоря, легли в основу славянского так называемого стишного пролога. Так что это был человек глубоко верующий, но при этом позволявший себе подобного рода язвительность. Значит, поэзия светская имела широкое распространение при дворе. Это была поэзия, еще раз подчеркну, поэзия традиционных античных жанров, метров, хотя и при измененной природе языка. При этом одновременно существовали какие-то фольклорные виды стихов, которые не фиксировались письменно. У нас есть несколько лишь, ну буквально три обрывка этих народных частушек, условно говоря, которые показывают совсем другую ритмическую структуру. Но судить о ней мы почти ничего не можем. Полное вхождение нового, принципиально нового метра в византийскую поэзию относится к X веку. Это так называемый политический стих или пятнадцатисложник. Он имеет такой разухабистый ритм, невероятно, он, конечно, вышел из народных глубин, но превратился в литературу и впервые выступил в литературе под пером знаменитого мистика конца X-начала XI века Симеона Нового Богослова, который позволял себе невероятно смелое с богословской точки зрения откровение. Он описывал свои откровения, свое общение с божеством напрямую, минуя последующие звенья в виде церкви, в виде институтов. Он утверждал, что истинный христианин должен непосредственно физическими очами созерцать божество, что воспринималось как ересь. В конце концов, Симеон был отправлен в ссылку, но это чрезвычайное, как он сам понимал, содержание требовало чрезвычайной формы. И он выбрал для этого форму тогда еще, видимо, устного, но превращенного им в письменный, этого самого поэтического размера пятнадцатисложника. После него поэтический этот размер входит в быт литературы, в XI веке им записывается героический эпос «Адегенисиакрити», эпос «Богатырский эпос», прошедший литературную обработку, он тоже пишется пятнадцатисложником. А в XII веке, в эпоху Камниновскую, о которой я уже имел случай упомянуть, впервые народный этот размер и даже народный язык входит в поэзию. Это революционное, так сказать, открытие, что народным языком можно писать поэзию, а не только возвышенным. Это открытие принадлежит придворному поэту Камнинов, автору середины XII века, Феодору Продрому. Феодор Продром писал поэтические тексты в разном жанре, но больше всего прославились четыре поэмы, которые им написаны под псевдонимом «Бедного Продрома» или «Птахопродрома». Эти поэмы написаны от имени разных людей. Бедного интеллектуала, который не может найти применение своему образованию, мужа-подкаблучника. Одно из стихотворений написано от имени бедного монашка. Ну вот, чтобы вы себе представляли, как выглядит этот размер, я вам процитирую. «Ведь стоит мне хоть на чуть-чуть из церкви отлучиться, да пропустить заутреннюю, ну мало ли что бывает. Как уж пойдут, как уж пойдут попреки да упреки. Где был ты при каждении, отбей поклонов сотню. Где был во время кафизмы, сиди теперь без хлеба. Где был при шестопсалме, вина тебе не будет. Где был, когда вечерня шла, прогнать тебя и все тут. Ты не смотри, что тут другой вкуснее ест и больше. Дурного слова не скажи, про все его повадки. Затем, что это протопоп, а ты пономаренок. Затем, что в нотах он знаток, и в хоре правит пением. Меж тем, как ты, лишь рот дерешь, а в пении не бельмеса. Он счет деньгам у нас ведет, а ты таскаешь воду. Он деньги в сундуке хранит, а ты головки лука. Он всех ученей, лучше всех писания читает, а ты и в азбуке едва ли сумеешь разобраться». И так далее, и так далее. Значит, это ироническая поэзия, очевидным образом шутливая, очевидным образом стилизованная. Ну вот, великий переводчик Михаил Леонидович Гаспаров, автор этого перевода, лишь отчасти может передать чрезвычайно такой разухабистый, разговорный мотив этой поэзии. Именно поэтому новогреческая поэзия числит, вообще новогреческая литература числит свое начало с Феодора Продрома. Это, конечно, не вполне так, потому что Продром использовал народный язык именно как литературный прием, чтобы вызвать шут. Он не имел в виду обращаться к широким народным массам, он не имел обращаться в виду к широкому читателю, он обращался к придворным ценителям. Это был литературный прием. Но тот факт, что этот литературный прием все-таки имел место, показывает, что впервые в XII веке, впервые, то есть через 700 лет после начала византийской литературы, она до такой степени уверенно себя почувствовала, что вышла за пределы предписанной, железной, затверженной нормы древнегреческого языка. Это еще раз свидетельствует о том, что византийская литература знала развитие, что она не была вовсе застывшей, какой иногда нам кажется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...